Девушки отдыхают 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 Вы зацените, сколько этих тварей заварилось, а? На, сука, ах ты, ну куда ты? На бедреннике войны, подождете. Блин, они все прибывают и прибывают. Они... Такое ощущение, что они не планируют кончаться. Ладно, попробуем немножко сократить их количество, но это прям жестоко. Мне бы главное вот этих шаманов убить, потому что скелеты, они черт с ними, они... Потому что скелеты, черт с ними, они особо урон не наносят. А вот эти шаманы, чертовы, да, вот они, собаки, опасные. Они просто, блядь, из-под земли вылазят, вот серьезно. Потому что иного объяснения, откуда они берутся, я не нахожусь. Столько уничтожил, они все лезут и лезут. Ладно, на бедреннике войны, что вы из себя представляете? Сопротивление к огню, приятно, но бесполезно. Идем дальше. Да, далеко придется идти. Блин, а тут противники посерьезнее поперли из этих. Из могил. Вот эти вот призраки темные. Кладбищенский призрак, я не знаю, как их осить. Они прям лютые. Особенно, если они вот такой вот аравой нападают. Это просто жесть. Очень неприятно то, что вот эти сволочи призывают скелетов. Причем они их призывают просто пачками. И при этом неопределенное количество. То есть они их призывают, призывают и призывают. Они мне уже две сотни пожирали защитные эссенции собаки. Тогда бей ты уже одного. Добиваешь призрака и получаешь пак красноглазых тварей. Ладно, в принципе не страшно. Отойдем. Красноглазые твари, они хотя бы не опасны особо. Но опять же, они нападают аравой. Они мне жрут эссенцию. Причем в больших количествах. Это категорически неприятно. Сейчас отсюда полезут. Ладно, я не буду туда подходить. Вот он. Ух, ух. Меня еще траванули. Ух, бля. Ну, суки. Ну, собаки. Вы напросились. Не хотел я с вами по-злому, поэтому придется по-злому. Потому что по-хорошему вы абсолютно не хотите со мной сотрудничать. У меня закончилась мана. А еще меня тупо зажали. Да дайте мне пройти-то. Сейчас меня просто окружили. Наконец-таки. Жесть. Куда ты пошел? Я с тобой еще не закончил. Давайте, знаете, как мы поступим? Мы не будем сейчас с ними всеми сражаться. Мы просто влетаем туда. Куда? Куда? В засаду мы влетаем, а? Где проход-то? Все, вот портал. Вот тут где-то должен быть проход. По-моему, я уже дальше убежал. Блядь. Из леса вылез, скотина. Так, есть магия, соберем. Вот с этим придется все-таки сразиться. Блядь, дайте мне пройти, а? Жестокие собаки, а? Промах, серьезно. Блядь, силой... У меня силой вкачано немедленное количество промах. Сволчи. На этом прошел мимо, оказывается. А где там был вход-то? Сундук, откройся. И... Ключ леса, еще один. У меня поздный мешок, я их уже три штуки собрал. Пока тут уничтожал противников. Не хочу, честно говоря, их крафтить. Думаю, к черту их оставлю. В банк скину. Задание выполнено, это, конечно, прекрасно. Опять ловушки. А куда мне дальше-то дойти? У-у-у-у, тихо-тихо-тихо. Опасно. Жесть тут ловушек. Да подхилься ты. Стоит, втыкает что-то. Скажу одно. Тут чертовски опасно. Так, все, подхилились, хорошо. Теперь, теперь, вроде ловушек нету поблизости. По крайней мере, я их не вижу. Вижу человека одного. Наемник. Это ты мне искал, не так ли? Ты жив. Я инсценировал свою смерть, потому что из этих проклятых камней на меня постоянно велась охота. Я недавно... А недавно я узнал, что моя мать умерла. Я могу пойти с тобой, если ты этого хочешь. У меня теперь все равно. Магический круг здесь, неподалеку. Сколько ты стоишь? Цена ноль. Срок службы 10 минут. Да ладно. Отдыхай, друг. Может быть, ты, конечно, мне пригодился бы. Но я, пожалуй, своими силами. Ой, это противники слишком жестокие. Я не смогу тебя постоянно защищать. Поэтому оставайся тут. И отдыхай. Глядская ловушка. Плюс 4 уровня. Адский паук. Прекрасно. Ладно. В принципе, они не особо опасные. По крайней мере, пока нападают по одной штучке. Так. Красновылазики опять. Ну ладно. Они тем более не опасные. Опа. Откуда второй рядский паук вылез? И третий. Дану вас к черту. Немножко отступим. Вот эти скоты уже опаснее. Потому что они нас отравляют. У нас противоядие никаких нету с собой. Хотя почему нету? Есть. Хорошо. Сейчас мы его добьем только. У меня есть два противоядия. Выпей одно. Прекрасно. Так. Золотая руда. Вы знаете, еще в чем место? Совершенно не знаю, куда нам идти. Что это задание? Это запоминало о магическом круге внутри подземелья. Армония. Мне нужно найти круг и поместить в него магический камень. Понятно. Короче, мне нужно где-то тут найти круг. Магический круг. Сундук. У, эссенция битвы. Еще эссенция битвы. Эссенция защиты. Не зря я зашел в этот коридорчик. Вам нужен тупик. Ха-ха, сучки. Хорошо, что я его не продал. Он у меня вот лежит. Он у меня лежит. И пускай лежит. Серьезно. Вот действительно хорошо, что не продал. В следующей серии мы посмотрим, что в этом сундуке лежит. А пока что мы, пожалуй, знаете что? Отправимся наверх. Посмотрим, что там есть. Потому что, мне кажется, нам нужно наверх или направо идти. Заодно и руду копаю потом уже. Вы знаете, у меня есть неплохая идея. Лечебное зелье, среднее. Ну ладно, пускай будет. У меня, в принципе, сейчас любой приходится. Так вот. У меня есть великолепная идея ждать следующей серии. А потом идти с этим тупиком и прочим, и прочим. Короче, я сейчас добиху до портала, который тут находится на выходе. Буквально пару секунд. Депортируюсь ко второму порталу. Второй портал рядом со складом находится. Заберу оттуда тупик и этого. И откроем этот сундук. Да, так и поступим. Недалеко я ушел. Я тупо погиб на входе в подземелье. Мы уже пришли, но, блядь, сука, в этих бочках застряли. Ну, чем порадуешь? Алморский жетон, алморский жетон, алморский жетон. Лучше бы я тебя продал. Серьезно. Я получил жетонов на 900 золотых, а тупик стоил косарь. Ну, такое себе. Ладно, есть один неоспоримый плюс в этом всем. Это то, что мы сможем перекрафтить эти мешки, которые мы получили. Поэтому тоже есть в этом всем плюс. Черт, 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 черт. Сука, меня зажали. Я вот не пойму, кто меня зажал. Слева никого нету. Но я оказался зажатый. Как это работает, черт его знает. Идем наверх. Знаете, давайте, наверное, отступлю сейчас. Сжахну суклянку противоядия. А теперь идите сюда, ядовитые сволочи. Давайте, куда вы отступаете, ребята? Вы же хотели со мной сразиться, блядь. У меня же что-то я себе переоценил слегка. Мне, конечно, не травят, но они бьют неприятно. Неприятно, больно. Плюс там еще ловушка стоит. Вот просто посмотрите, сколько у нас осталось. От эссенций, от эссенций битвы. Мы покупали 2000. Мы покупали 2000. Плюс мы потом еще 200 добыли с сундуков. И у нас осталось всего лишь 900. Жесть. Я тут дошел до одного странного места. И оно чертовски опасно. И оно опасно не вот этим пауком, а тем, что находится за ним. Сейчас, кстати, я добью, расскажу кое-что. Так вот. Буквально вот этот маленький кредочек слева. Если он опасный, там, короче, ловушек просто немерено. Когда вы выходите с этих ловушек, вас встречают несколько пауков и несколько призраков, а также еще несколько... Как их называют-то, блин? Скелетов. Короче, если вы там смогли выжить, это просто прекрасно. Если не смогли, то... То очень жаль. Потому что выжить там действительно сложно. Так, отступим слегка. Куда вы поползли, собаки? Я с вами еще не закончил. Так, можно как-то пройти? Надеюсь, что можно. Нет, нельзя, к сожалению. Но придется через эту ловушку идти. Вот он, вот он. Он опасен. Их тут еще двое. И они еще пауков призывают. Так, я, короче, слегка отступил. Жахнул противоядие. На бедренькие какие-то. Блин, эти собаки, помимо того, что они самые... Помимо того, что они довольно жирные, являются магами, они еще призывают ядовитых пауков. А это очень некрасиво с их стороны. Так, немножко подхидимся. Ты куда там ушел? Иди сюда, мы с тобой еще не закончили. Так, давай сюда встанем. Подходи-ка. Так, я надеюсь, они хотя бы не хилиться. Это будет весело. Ну иди сюда. Нет, все-таки он похож. Все же, похоже, они имеют свойство хилиться. Это неприятно. У нас, кстати, последняя зелья противоядия всего лишь было. Которая работает последние 6 секунд. Блин, из них обычные скелеты выпадают. Тоже категорически неприятно. Стреляй. Паук сюда. Сюда подошел. Но на самом деле, знаете, вот тут потенки уже становятся очень жестокие. Я думаю, мы практически подошли туда, куда нам нужно. Я вот не понимаю прикола. Я прокачал себе навык, который понижает на 40% получение урона от ловушек. Какого черта меня так же люто эти ловушки дамажит? Серьезно, как будто этого навыка даже и не было. Опять скелеты. Вот это лютые скелеты. Они меня почему-то подожгли. Блин, ну давайте по одному... Да, все. У меня, короче, хана тут будет сейчас. Если я вот этого паука не вывезу, то у меня хана. Ну, у меня хана в любом случае. Смотрите. С самого начала эти... Вы... Бля... Знаете, что я единственное не пойму? Смотрите, вот там выхода нету, куда я только что дошел. Там тупо телепорт. Куда этот телепорт ведет, хер его знает. Поэтому давайте мы сегодня закончим. Я задолбался уже ходить по этим подземельям. У меня кончились все зелья. В следующий раз я сюда вернусь. Понакуплю зелья побольше. Чтобы прям хорошо было. И будем мстить этим собакам. А сейчас, наверное, мы можем пойти... Знаете, что сделать? Скрафтить два пакета. Почему бы и нет? Пришлось возвращаться полностью в город. Ну да ладно. Значит, первый и второй. Вы издеваетесь. Двое штанов. Сопротивление к огню. И сопротивление к огню тут 6, там 5. Восемное количество здоровья. Небесные. Блин, это одни и те же набедренники. Только это легендарные. А это не легендарные. Короче, хорошо. Используем тогда вот эти вот. Ну и это все скинем. Блин, у меня этих набедренников войны до хрена. Вопрос такой. А почему они... Почему их нельзя улучшить? Просто серьезно. Вот набедренники войны самые простые, да? И почему я их не могу улучшить на более высшее качество? Странно это все. Раньше можно было. В принципе, все. До завтра. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok